всем привет всем диктофон увай куда ты гнул и и сегодня поиграем в игру под названием блонд td adventure time я на самом деле настолько давно не заходил в эту игру что уже много всего позабывал погод тут на самом деле что-то сложная сложность у этой битва волшебников и как вы видите я без вас но абсолютно вообще не играл ничего не трогал и думаю попробуем пройти огненное королевство в этой серии хотя бы посмотреть что там вообще такое мне так кажется мы тут еще ничего не проходили как минимум сожалению квестов как таковых у нас никаких нет то есть следующий открывается только на 10 уровня она всего седьмой где что мы здесь справимся горящий воздушный шар обстановка в огненном королевстве начинает накаляться и финн решает провести расследование давайте нам как раз дадут нового героя из-за воздушных шаров это уже случилось в огненном королевстве нигде не видно пламенную принцессу если ты ее тронешь за твои действия я не отвечаю если они ее тронут они распадутся глупый ну наверное лопнут просто пб что тут делаешь я здесь опасно тебе не стоит быть тут одному ты следила за финном джейк а ты что тут делаешь я проснулся мне стало скучно и я решил последовать за финном признай джейк ты за мной за мной скучал обязательно прекрасно все согласны идти за мной мы делаем хорошее дело воздушные шары направляются огненный дворец пойдем ну как по мне финн всегда идет за джейком поэтому тут как бы это нормально так это мы даже не проходили кстати значит так ну вот у нас все эти доступны а мы можем любой выбрать давайте сначала лучше на обычный все-таки пойдем потому что мне что-то не по себе от одного что там как бы три уровня сложности точнее аж третий уровень сложности так я помню что мне джейк безумно нравился что он прям очень сильный герой и его знаете вот куда-нибудь сюда наверно можно будет поставить хорошее место будет так давайте посмотрим что у нас будет о господи у нас скиллов уже на самом деле ну вообще ничего не помню может быть как-нибудь используем эти скиллы и также я вам вот хочу сказать действительно что если вам понравится эта игра и вы захотите увидеть продолжение ее еще видео по этой игре то пожалуйста не не стесняйтесь и пишите комментарии об этом потому что я уже действительно думал что эта игра всем не ну никому не интересно что все как-то они забыли а мне недавно написал в комментариях зритель который как раз таки интересовался этой игрой он у меня спросил будет ли и он хотел бы увидеть это эту игру на моем канале и вот поэтому и как раз таки и снимаю ради него что ему интересно а у меня есть то в принципе вот сейчас возможность поэтому я буду ее снимать также мне написал один зритель насчет киндом раш другую часть и я тоже думаю уже начинать снимать вторую часть может даже сегодня я уже скачаю и начну проходить потому что первую часть я играл еще знаете не лет 10 наверно тогда было с игра это прям древняя очень а новой части я как раз не смотрел и мне интересно что там будет так давайте бабульгум тут в центр поставим как раз у нее тут будет синергия вместе с финном и она же тут еще будет их всех замедлять единственное что я вообще не помню что тут насчет шаров также ли тут как право блунд ст.д надеюсь что так и мы выбрали самый легкий уровень сложности мне кажется нам надо уже выбирать 2 таки по мне так мы немного до приловчились и вот интересно можно ли его в лавку ставить нет нельзя может и там потом кого-нибудь адского дадут и мы как раз таких рассаживать и сможем так давайте джейка мы прокачаем немного у ее и хочу не такие быстрые много проходят ну а немного это не страшно 10 хп нам снялось к сожалению так чудо 11 раунд сейчас я буду прокачивать джейка и поэтому все нормально будет так мощность оружия в виде инструментов которые используют джейк увеличивается это кстати очень полезно надо будет потом еще бобуль гум прокачивать потому что она вроде бы может снимать камуфляж своими атаками от него даже партиклы исходят эти музыкальные прикольно проработано на самом деле это очень радует игра так-то действительно интересно надо будет почаще бы ее снимать надо бы вообще почаще мне видео снимать потому что в последнее время как-то не доходили руки к сожалению до всего этого где что сейчас все будет кстати я заметил что нам у нас хп увеличивается это из-за какого бонуса мне интересно потому что я вроде бы не прокачивал дополнительные хп оба ну в любом случае это классно если вы знаете что такое произошло напишите в комментариях будет очень интересно узнать вот тут кстати она устраняет тут камуфляж давайте ее здесь немного прокачаем теперь и быстрее стрелять будет надеюсь что это дает а это радиус атаки увеличивается цельники принцессы богу-любому атакуют быстрее персонажи данной области приобретают увеличенный диапазон так и колющую силу оружия а вот это кстати прям надо бы потому что у нас и финн и джейк как бы в радиусе стоят а я так думаю что они тоже подходят под все это и дополнительный урон это будет очень здорово для нас потому что пока что все равно нам довольно таки тяжеловато сейчас надо будет и на немного по прокачивать на 180 хп и даже не заметил когда он успели бы проходить если честно так ну сейчас я его на прокачиваю все будет классно увеличить скорость атаки после пропускания воздушного шара но чет такое себе знаете то есть он будет силен после того как у нас будет мало хп как я понимаю а мне до такого доводить не очень хочется поэтому будем стараться как бы не пропускать никого прямо в пузырьках нам надо быть наверное прокачивать конь другой скилл который дружба у джейка с финном она вроде будет нам добавить каждый раунд дополнительные деньги да вот деньги жизни дай кулак хотя у нас уже на самом деле 28 раунд из 30 справляемся мы очень даже хорошо частью так и сейчас у нас будет последний раунд давайте тут тогда джейка прокачаем а что это такое почему они так прошли все всех бубульгом как-то него не узнала или я чего-то не понял так он давай проходи тебя еще полгода его ждать будем хотя давайте так не половина уровень пройден получаем сундук монеты фанфики шаржи желаний очки опыта вот очки опыта нам прям нужны фанфики как помню что это для ледяного короля первый этап мы прошли о давайте на и хот-доги бы выбрал у нас как бы еще толком и не было но в скором времени я наверное уже начну все распылять чтобы нас эти осколки копились так да теперь второе проходить что это тут за единицы у нас есть да вроде бы и так все это а мы их можем улучшить да нет ну а давайте как есть так есть и что потом буду разбираться модификаторы сложности некоторые воздушные шары оснащены щитами воздушные шары перемещаются в полтора раза быстрее а вот это вот что а некоторые вы тоже а ничего себе ну давайте посмотрим попробуем по крайней мере как это вообще все у нас будет работать во первых 45 раундов то есть у нас ему а пойдет вы посмотрите какая карта длинная жесть тут что такая музыка странная немного если честно так я даже не знаю куда нам джейка поставить наверно здесь поставим и будем начинать если что даже вот эти скиллы будем использовать правда узнать для чего они тут вообще для начала расплавляет воздушные шары и увеличивать сила если рядом находится пламенная принцесса которой у нас нет антитрупная сыворотка таинственная сыворотка бубль гун пробуждает конфетные зомби для сражения против ваших врагов вкусная смесь сухофруктов и орехов восстанавливает тело героев придавая им дополнительную скорость знаменитый яблочный пирог деревяшки настолько вкусно что добавляет дополнительной жизни били защищают его а щит били защищает его от спускающихся воздушных шаров твичка пп принцессы пупырки наверное это так давайте я вот здесь ставлю так увеличивает скорость атактика персонажей в пределах досягаемости плавит приближающиеся воздушные шары и наносит дополнительный урон большим воздушным шарам ой знаете я надеюсь что я это все запомнил а то так прочел и как бы ну и все ну и хватит так здесь я также поставлю финна потому что у них синергия классная мне она нравится а бубль гон можно будет денег вот здесь поставить рядом с джейком чтобы он тут сразу все обстреливала о чё это подсказка защищенные шары надвигать защищенные шары они защищены энергетическим щитом вам придет сначала нанести урон и уничтожить щит прежде чем смочь лопнуть находящийся внутри шаров ого подождите а как вы сломать чонтак они ну да у него есть какая-то защита ну хотя бы она знаете не невероятно прочная с учетом того что мы как бы наши героев еще не прокачивали сейчас я ну чтобы джейка прокачаю все будет хорошо так а чё их так много-то стало посмотрите в каждом раунде они теперь это уже стремно хотя джейка в час вот он прям хорошо начинает справляться тут у нас есть на подтраховки макс наша обезьяна которая тут попаданцем считается телепортировалась мир вот прошло немного ну да ладно так давайте тут ускорю прокачаю немного финна нашего чтобы он тоже наносил большой урон вот сейчас он по моему тоже хорошо стал наносить ой 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 вот это там шар быстрый а как ну это плохо слушайте ведь такой то больше дротиков наверное сейчас надо будет макса немного по прокачивать а потом уже срочно надо ставить бугуль гум хотя если так посмотреть мы можем прокачать макса и он сам будет пробивать камуфляж это нам очень надо но макс теперь вообще классно стреляет сразу же двумя дротиками они неплохо пробивают о вообще молодец так быстрый бросок и мы сейчас но ускоряем во уже намного лучше конечно немного еще проходит но все таки увеличит пробивную силу острого оружия в пределах своих достигаемости то есть это он увеличивает другим пробивную способность или что или чего то не понимаю давайте вот еще поставим нашего ледяного короля а снежный король что я это напутал аж стыдно еще классно что музыка такая переделанная но все равно она как будто ну вот в стиле блонд тд и adventure time совместили это прикольно ой что так проходит то слушайте так еще ускоренную заморозку чары короны воздушные шары замораживаются на более долгое время и движутся медленнее это блин а нам не хватает блин как классно что чуть-чуть всего прошло я я же не понял прикола я почему-то думал что у макса уже есть способность пробивать камуфляж ну да ладно так вот давай сейчас попрокачиваем нашего финна потому что вот эти вот два уже более-менее самостоятельные афина нам надо наверно будет прокачать их синергию вместе с джейком вот как раз таки а чё не работает не настолько они рядом находятся просто я как помню у джейка вроде бы есть синергия с финном а финна с джейком видимо нет очень жаль ой опять сколько камуфляжа так тут то здесь нужна принцесса бабульгон все таки или вот вот это было бы полезно сколько же проходит слушайте хорошо что я максу прокачал что он может еще свинцовые пробивать нам сейчас точно нужна бабульгон как это все очень проблемно так давайте давайте вот сейчас она тут еще хотя бы будет замедлять хоть как-то это все равно будет нам здорово помогать блин так много проходит она очень занята нам говорит давайте слушайте используем скилл давайте еще вот этот скилл попробуем выбрать точку что он делает что ты делаешь он он пробивает или что а а а отведеть а я думал я его уже поставил и такой думаю блин ну что этот радиус все время что ли будет это чуть не очень понятно типа дополнительный юнит у нас появился тут еще что-то но я что-то боюсь тыкать я думаю вдруг он пропадет после этого блин блин ну классно пускай будет дополнительная помощь нам точно пригодится еще бабульгон теперь замедляет это прям радует так ускорим немного что-то что-то но ускорял и теперь стремно так блин а ведь все равно немного это допроходит чары короны вот разряд молнии крутая способность как по мне только вот не знаю о он он пропал блин давайте слушайте понаставим наших мелких еще а куда их ставить а их прям здесь надо ставить ого это защита такая крутую ненадолго ее хватило они воскреснут так чувствую мы сейчас проиграем да блин мы проиграли ну видимо сейчас будет попытка номер два раунд тридцать пятый и посмотрим как бы как я дойду до него может быть даже с вами давайте прям с вами сейчас попробуем это сделать только сделаем немного тактику по-другому я хочу чтоб все таки финн с джейком у нас были вместе и я надеюсь что они вот здесь как раз таки влезут чтобы вы посмотрели все мои действия я там так много болтал что естественно хочу чтоб все это сохранилось посмотрим что до как как раз таки пройдем этот уровень еще следующий как раз таки у нас закончится вроде бы огненная вот эта локация получим нового героя и на этом наверное будем заканчивать серию по крайней мере узнаем как вам она будет и потом я уже буду делать выводы и как бы смотреть стоит ли нам дальше вот все это вот проходить как минимум я хочу мне в принципе интересно и нравится эта игра все дело за вами так пятый раунд я бы наверное нам сразу тут бугульгум эту поставил пускай он тоже тут помогает о так она сразу несколько может замедлять это полезно и щитами мы по моему как то лучше начали справляться хотя я еще как бы никого не прокачал а ну вот сейчас первые проблемы то и начинают возникать к сожалению так сейчас немного фина прокачаем колющую силу давайте вот тут еще радиус требуется медальон брагенда со снаряжением что за брагенда знаете вот сейчас вот поиграл вот в эту игру и появилось желание вот посмотреть этот мультик опять вот там повспоминать как это вот все прикольно блин может быть это у финна у нас есть какая-то вещь которая дает хп каждый раунд если это так то это реально очень полезно как по мне вот дай кулак сейчас наверное будем копить на него чтобы нам сразу же и хп восстанавливали и дополнительные деньги давали и то есть если мы пока что немного хп потратим это не так страшно просто будем надеяться что в скором времени мы сможем все это восстановить ну шары что то уже совсем пошли быстро мне это не нравится у нас конечно стоит и ускорение но все равно там эти модификаторы сложности что то они мне не очень нравятся так но пока мы идем нормально осталось 300 монет накопить что мы как раз таки наверное в конце этого раунда уже сделаем о все дайте кулак дайте хп да блин все равно 1 до прошел ну сейчас посмотрим сколько нам восстановится то есть 10 хп нам восстанавливается а денег я кстати не проверил сколько плюс финн дает еще дополнительно 1 хп так давайте посмотрим сколько ну еще монет где-то 100 наверное дается то есть нам само по себе в конце раунда дают монеты а тут еще вот это следовательно через 13 раундов у нас все это окупится я считаю это неплохо неплохой вклад что там того что мы это сделали где-то на 18 раунде и мы даже успеем выйти в плюс по крайней мере мне бы этого очень хотелось так пробьем идем дальше самое удивительное что еще как бы не прокачал джейку я музыкален а у него уже эти партиклы исходят а сейчас по моему даже они активнее пошли ну ладно так сейчас бы для бабуль гумбы тут это прокачать чтобы она с камуфляжем справлялась потому что как по мне они сейчас уже должны будут идти во всем сейчас еще ее будем прокачивать чтобы она сильнее была подождите а чё это такое а почему камуфляж не пробивается я разве не это прокачал по моему я как раз таки камуфляж и прокачал так что-то я не понял прикола союзники принцессы бубль гума такой лучше камане тот позволяет дополнительно размещать два союзника каждого вида для пб еще пончу у нее за союзники он пока не буду это использовать так вот еще 4000 неплохо подождите я опять не понимаю давно нас бубль гум не может пробовать камуфляж давайте его ставить тогда он вроде бы сразу может пробовать камуфляж вот этот вот весь сейчас все равно к счастью благодаря той способности мы можем быстро как бы вернуть все наши потраченные хп конечно у нас тут что-то шаров стало еще много проходить давайте здесь еще макса в остальных случаях потому что проблемно когда он прокачаем у нас а я как как я помню он вроде очень силой и будем надеяться что нам будет хорошо помогать так ну как минимум пока что у него все идет хорошо конечно конечно дофина и джейка ему еще далеко но они точнее но он и не так сильно прокачен как они и он не так давно стоит хотя по урону они права это очень жесткие стали это прям обязательно нельзя прикольно только здесь она черного цвета это отличается это тоже классно так его он похоже полностью уже смогли даже прокачать сейчас нам надо будет копить против моап потому что на сороковом раунде я как понимаю первый уже у нас пойдет так ну и слушайте реально у нас намного все лучше стало о, сороковый раунд, а Маоба нет может быть мы даже успеем прокачать вот этот вот скилл во, он есть я даже его так вывел чтобы он у нас потом был давайте ему еще толчок прокачаем конечно он 6000 уже урон нанес это очень здорово и ставь его посмотрите как догоняет оба так немного прошли но это сейчас мы еще будем прокачивать у нас Макса тогда чтобы он тоже много тут наносил урона все было у нас тут хорошо в любом случае кстати уже сорок четвертый раунд сорок пятый последний так ой сколько их тут я что-то не понял он не зря Макса тут еще прокачал посмотрите как хорошо мы его прошли вау классно я рад что я вспомнил про сая что он на самом деле очень сильный и очень крутой так монеты драгоценные камни якори шар желаний даже зеленый очки опыта прям в два раза больше не зря значит выбрали такой уровень сложности наверное такой мы будем пытаться знаете на нем интереснее что ли так повышение рейтинга начальные деньги повышены шар желаний так давайте что-нибудь новое лошадиное мыло то что нам надо остальное мы сбрасываем наверное идем дальше так третья карта нас ждет горящий воздушный шар посмотрите что такая сложность то большая если тут по три ой тут вообще тут два тут три а тут четыре а тут какой модификатор некоторые воздушные шары на один слой толще так давайте все равно попробуем уж так все выполнить я надеюсь у нас получится вот ты где я пламенная принцесса пин помоги мне я не могу отсюда выбраться разве ты не можешь просто взорваться взорвать все на своем пути из-за лампы я слабею не могу выбраться держись мы тебя вытащим кто ее заточил в лаву я не понимаю а она типа офигеть мы ее должны спасать ммм и что нам делать так вот здесь бы я тогда у нас макса поставил вот здесь и я бы у нас финна поставил и вот будем сейчас смотреть как у нас получится найти что все нормально 45 раундов видимо здесь нам придется использовать скил и чтобы жить было проще или лучше вот джейка я наверное все таки поставлю к финну чтобы у них была та же синергия которая как по мне безумно полезная безумно хорошая и вот еще вот я не знаю насчет того куда поставить сая сая я наверное где-нибудь вот здесь поставлю потому что он тут с камуфляжем хорошо справляется и тогда будет прям вообще все здорово так как взять то что за место такое дурацкое а давайте вот здесь поставим жалко что о проходили макс не справляется один к сожалению тут как никак два и кстати финта один справляется потому что джейка это практически еще ничего не доходит так давайте ему радиус увеличим тогда больше дротиков еще вкачаем и надеюсь тогда ему уже будет попроще пока что все таки мы немного хп тратим и это не прям уж так страшно как никак это уже ближе к концу будет опасно во и смотрите сейчас все полегче будет как минимум сейчас я наверное буду качать финна чтобы быстрее ему прокачать эту дружбу с джейком дополнительные хп дополнительные деньги это то что вам как раз сейчас надо особенно карты с такой сложностью сложность 4 это помню достаточно много тут немного будет проходить прям офигеть тут прям опасно так мастер меча еще быстрее сейчас мы ему сделаем и правая линия у нас достаточно прям сейчас очень хорошая посмотрите как там финн расправляется вот у макса прям проблема есть и ему бы еще быстрый бросок сейчас прокачать правда это сложно будет сделать офигеть нас уже 40 хп я даже не знаю что нам сейчас лучше накопить быстренько на сая его поставить или прокачать быстрый бросок я наверное лучше сая прокачаю что как дополнительный тут юнит это будет посильнее в любом случае тем более он тут сейчас с двух сторон будет помогать наносить хоть какой-то урон жесть почему так сложно так дольше прокачиваем сай пожалуйста тащи он тут прям очень тяжело слушайте да мы снова на этой огненной ловушке если честно я тогда выбрал сложный уровень сложности но я проверил и посмотрел что это слишком тяжело для нас поэтому давайте сейчас попробуем на обычной по крайней мере посмотрим я буду надеяться потому что на сложной как раз таки снимал несколько дублей несколько раз пробовал и каждый раз проигрывал вообще ничего стоящего у нас не выходило я немного там пошаманил посмотрел ну конечно ничего прям знаете изменений таких нету миллионных ну посмотрим как у нас вообще получится с одной стороны конечно финна поставим со второй надо бы подумать кого и чего нам надо бы сделать так наверное Макса конечно он тут не такой уж и сильный я бы сказал может быть вообще где-нибудь здесь его сделаем будем надеяться что он тут будет пополезней нежели чем здесь так способности пока что прикрываем вот и кстати мы можем использовать нашу огненную принцессу тогда эти вулканы будут поджигаться и наносить небольшой урон шарам то есть каждая волна будет сбивать один слой шаров и на самом деле это очень прикольно очень полезная способность и причем с каждым раундом она видимо лучше становится потому что вот я сейчас мы вот используем ой как много раз она ударила раз в 9 наверное я не знаю от чего это зависит на самом деле может быть от времени ее перезарядки или же от раунда потому что иногда она например очень слабо может ударить вот сейчас например не сейчас она также нормально ударила по моему так деньги то у нас копятся к счастью и надо будет потом посмотреть что нам еще кого ставить сая вот я бы наверное его поставил в этой стороне потому что здесь у нас уже макс который пробивает камуфляж так сейчас у нас похоже немного пройдут ну да ладно так вот здесь вот его ставим так и теперь нам надо будет кого-нибудь сюда поставить здесь я наверное уже джейка поставлю не получится нам создать с ним синергии ну да ладно я уже смирился если честно с этим нам главное бы сейчас просто пройти хоть как-нибудь для нас это уже будет чудом потому что я пробовал на сложном у меня было попытки три три попытки были все неудачными даже больше по моему даже больше было попыток и потом я еще перешел на легкую и на легкой тоже что-то не вышло и вот сейчас я вот снова на ней и посмотрим может быть что-нибудь сейчас изменится пожалуйста так надо бы тут все-таки скил использовать а то что-то опасно так кого бы нам сейчас тут поставить ледяного короля можно было бы где-нибудь здесь поставить ну мне естественно не очень нравится эта карта она какая-то тут неудобная здесь не поставить нормально никого там мешается здесь все давайте вот здесь попробуем здесь как раз таки такой склон будто для него а принцесса бубль гум мы поставим с этой стороны я надеюсь что все нормально будет я еще так не пробовал ой-ей-ей так конечно немного поздно я это завязал сейчас бы это было бы намного полезней но с левой стороны мы справляемся а вот справа у нас конечно уже проблема потому что джейк и макс не справляются одни так поэтому сейчас у нас тут будет бубль гум с очень крутым радиусом атаки так еще немного хп у нас потратилось о видите тут еще мыло вот это вот это как раз таки предмет который нам тогда выпал я решил на нее снарядить и видимо вот он за работой прикольно надо будет потом посмотреть он по моему помогает с камуфляжем бороться если это так то это очень здорово так здесь я наверное сейчас буду нашего афина прокачивать а здесь джейка хотя макса нам тоже очень надо бы прокачать посмотрим включаем немного нам ускорения используем способность нашей огненной принцессы очень полезная способность мне прям она безумно нравится так слушать сейчас слева то немного это прошли у нас мне это не нравится так сейчас еще мощная ладошку прокачаем ему и будем опять фина прокачивать то что проблемы то у нас все таки появляются что меня очень настораживает так тут мы конечно прокачиваем точнее как используем скилл нашей огненной принцессы потому что без нее мне кажется это было бы намного сложнее и я вы знаете об этом скиле узнал совершенно случайно я такой просто снимаю были большие проблемы я думаю да почему сделай хоть что-нибудь я она просто ну тыкаю на нее и все и получилось атакует самый мощный обычный воздушный шар в пределах достигаемости не знаю на самом деле полезно ли это или нет я тут наверное сейчас лучше сая попрокачивал он тоже очень полезный так тут огненная волна была бы точно кстати но пока тут справляемся это очень опасно на самом деле как-то все мутно более острой дротики ведь проходит посмотрите блин опять проходит как жить я не понимаю так да слушайте пробивает реально это мыло может справляться с камуфляжем а тут сай как бы автоматически справлять с камуфляжем вот это я понимаю это уже здорово так давайте тут я этот скил использую более острой дротики сейчас еще вкачаем и теперь у нас макс должен быть сильнее здесь надо бы еще знаете нашего снежного короля прокачать ледяные молнии было бы полезно так не знаю зря я наверное использую скилл принцессы ой 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 а тут то у нас никого вроде нет или мыло справляется или кто справляется джейк тут справляется а тут кто а тут король так у нас сейчас очень много хп посносили ну да ладно вот кстати я как знаю у макса есть способность которая пробивает камуфляж ой свинец потом нам надо будет быстрее до нее дойти опять блин опять эти шары которые устанавливают хп причем они здесь максимально быстро восстанавливают как по мне и это мне прям не нравится а тут опять камуфляж здесь к сожалению только сай может с ним справляться из этого прям большие проблемы а сай нам надо бы тоже прокачивать что такое то так ну нормально справились теперь о прошли я даже не заметил тридцатый раунд ну наконец-то ой как я рад вы не поверите жесть а я реально не заметил что уже тридцатый раунд монетки драгоценные камни статуя шары желаний очки опыта 130 неплохо с условием того что мы прошли как бы на легком уровне сложности ой ой как здорово ну наконец-то это было так тяжело на самом деле так нервно ну интересно действительно ой давайте шлем прокачаем ой возьмем увеличивает радиус взрыва на пять процентов и дополнительный дополнительно на пять процентов если надет на чарли си 4 кто это такой я не знаю такого может потом мы его получим так больше нет шаров ой желаний да ей и чё мы прошли три чё нам будет а нам надо три на одинаковую чтобы открыть ее что или я чё то не понимаю реально офигеть ну видимо тогда я ее уже буду получать в следующей серии или за кадром попробую просто допройти нашу вторую карту на втором уровне сложности чтобы ее наконец-то открыть блин а я реально я даже не думал что это так все работает но в любом случае это такое довольно таки видео продуктивное много вспомнил с условием того что я не играл в эту игру месяца два а так я буду надеяться что вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока